Добрый день, дорогие телезрители! В эфире интеллектуальное детско-юношеское шоу «Лига эрудитов». Дорогие телезрители, мы снова приветствуем вас в нашей красивой, интересной студии и нашей команды. Знакомимся. В интеллектуальном сражении сойдутся команда «Комета» справа от нас в Красном Карачаевский район, аул Джиннири. Аплодисменты, пожалуйста, отлично. И команда с очень красивым названием «Три стрелы» Псаучедахи, вот в зеленом слева. И сегодня нас приветствует коммерческий директор телеканала «Архиз-24» Энесса Рубеновна Маркарова. Энесса Рубеновна, вам слово. Добрый день, ребята. Я надеюсь, мы сегодня с пользой проведем время. Не важно, кто победит. Самое главное – просто включить все свои знания. Желаю всем удачи. Спасибо. Спасибо. По нашей традиции в самом начале мы должны познакомиться с нашими участниками. Начнем, пожалуй, с команды «Три стрелы». Вам слово. Здравствуйте. Я Шульгенова Снежана, капитан команды «Три стрелы». Средняя общеобразовательная школа ОООО «Опсоучедахи» имени Героя России Карданова Охита Мусовича. Моя команда – Абдоков Альберт, Кишевеляна и Карданова Зред. А наш девиз – «Мы команда «Три стрелы». К победе мы устремлены. На вопрос дадим ответ. Победим мы. Спору нет». Здравствуйте. Меня зовут Аслан. Я студент первого курса Института прикладной математики и информационных технологий СФК в ГГТА. Я тютер команды «Три стрелы» из ОООО «Опсоучедахи». Мне очень легко работать с этой школой, так как это мой родной ОООО. Мы много работали с ребятами. Я знаю их способности и думаю, что они ответят на все вопросы. Я думаю, что они победят. Команда «Комета». Слушаем вас. Здравствуйте. Я Эркенов Амин. Капитан команды «Комета» средней образовательной школы ООО «Джингирик». В моей команде Эркенов Эльдар, Кайчуев Ислам и Коркмазов Мухаммад. Итак, здравствуйте. Я Барлаков Ахмат. Мы с вами уже знакомы. Я являюсь будущим юристом, учусь в СКГТА, а также являюсь старшим тьютером команды тьютеров Лиги Эрудитов. Так получилось, что я курирую весь Карачаевский район. И сегодня играет команда из ООО «Джингирик». Так получилось, к сожалению, что команда молодежная, я бы даже сказал детская, но они действительно эрудиты. Ребята, я в вас верю, желаю вам удачи и вы обязательно выиграете. У «Кометы» есть девиз «Никогда не падать вниз». Очень-очень красиво, друзья. Рады вас приветствовать. Ну что, приступим к нашему интеллектуальному сражению. Первый раунд – дуэль капитанов. По традиции парни у нас уступают девушкам. И первый у нас идет капитан команды «Комета» Амин. Приглашаем тебя. Дуэль капитанов заключается в следующем. У меня есть 10 вопросов, у тебя есть 40 секунд. Если ты готов, то мы можем начать. Я готов. Самое главное, Амин, не нервничай. Хорошо? Ина Сарабовна, говорите мне, когда я могу начинать. Можем. Как назывались рабы в длине Руси? Крепостные. Сколько рек в Саудовской Аравии? В Саудовской Аравии? Не знаю. Как называется хоккейная пенальти? Что собирала в саду Смуглянка героиня советской песни? Виноград. А с какой ее русская пословица иронично сравнивает подходящих друг другу людей? Два сапога пара. Что было в голове у Винни-Пуха? Пилки. Какое отчество было у Петра Первого? Нет, у Петра Первого Романов. Какое отчество? А, отчество? Да. Первый. Какое овощное блюдо в России стало символом простоты выполнения какого-либо дела? Репа. Можно зачитать. Давайте зачитаем. Засчитать. Итого 8 озвученных вопросов, 4 правильных ответа. Умничка. Отличные результаты. Проходи. Мы приглашаем капитана команды в зеленом. Три стрелы. Снежана. Отчество вспомнил? Алексей Ильич. Он сказал фамилию. Молодец. Я не вспомнил. Молодец. Снежана, все то же самое. У меня есть 10 вопросов. У тебя есть 40 секунд. Готова? Да. Готова. Что по правилам этикета нужно сделать за столом, если вы не в силах дотянуться до блюда? Попросите. Чего, согласно пословице, бог не дает бодливой корове? Не знаю. Что обычно доставляют почтовые голуби? Письма. Как зовут кота в сказке «Золотой ключик» или «Приключения Буратино»? Не помню. Какую фамилию носит Кощей? Бессмертно. Что практически отсутствует у кошек породы? Бобтейл. Из хвост. Где, если верить детской песенке, сидел кузнечик? На траве. Куда критский король Минос заточил Минотавра, обязав афинян кормить чудовища? Юношам и девушкам. Абидинт. Какая Кремлевская башня появляется на экранах в новогоднюю ночь? Не помню название. Вы можете еще 5 секунд подумать, а вопрос уже был. А вы не подсказывайте. Я не помню название. Не вспомнил. 9 озвученных вопросов. Из них, внимание, 6 правильных ответов. Молодцы. Последний степень. Реально. Я знала. Итак, битва, дуэль капитанов закончилась. И счет у нас 6-4. И мы можем приступить ко второму раунду. К второму раунду битва умов. Отправляемся на свое рабочее место. Команды готовы? Да. Друзья, мы начинаем второй основной раунд нашей игры. Битва умов. Поехали. Вопрос. Каким животным является Элджернон из произведения Дэниела Киза «Цветы для Элджернона»? Животным? Да. Животным имеется в виду живность. Сделаю подсказку. Это... Нет, не сделаю. Слишком хорошая подсказка получается. И еще раз. Но кладёчку никто не читал. Можно повторить? Каким животным является Элджернон из произведения Дэниела Киза «Цветы для Элджернона»? Как животное называется? Ну, тип животного. Млекопитающий. Не знаю. Там же человек. Хорошая версия. Собака может. Элджернон – это не человек. Данный персонаж... Я только начала читать просто. А, ну, в будущем вы дойдете до момента, что это не человек. Ну, тогда я не знаю. Но, по-моему, это млекопитающие. Есть еще версии? Я не читала. Желтый игрок? Ну, по мне, собака. Собака. Вы считаете, что это собака? К сожалению, нет. К сожалению, нет. В разы меньше собаки. Мышь. Мышь, абсолютно верно. Это мышка. Очень умная мышка. Идем дальше, друзья. Счет 1-0. Во втором раунде в пользу команды «Три стрелы». Следующий вопрос. Очень интересный, кстати. Рукопись «Рубаят» Амара Хаяма трагически погибла в 1912 году. Что же с ней произошло, если известно, что потом об этой катастрофе сняли художественный фильм? С кем произошло? Красный игрок. Утонуло. Да, можно уточнение, пожалуйста. При каких обстоятельствах? Игрок не дал, игровой жюри игрок не дал неверной информации. Но так как у нас зачетное слово есть, он должен дополнить свой ответ. Ну, при крушении... Чего? Корабля. Какого? Титаник. Это абсолютно правильно. Идем дальше, друзья. В это озеро впадает 336 рек, а вытекает только одна. Что это за озеро, если известно, что... Красный игрок. Байкал. Байкал, абсолютно верно. Если известно, что оно находится в России. Было заключение. Счет у нас 2-1. Идем дальше. Друзья, идем дальше. Наш следующий вопрос. Каждые сутки планета Земля поправляется на 400 тонн. За счет чего это происходит? Зеленый игрок команды... Завет космической пылью. Это абсолютно правильный ответ. Космическая пыль. Счет у нас 3-1. В пользу команды 3 стрелы. Уверен, они выходят вперед. Давайте немного полистаем наши темы. И у нас есть такая интересная тема. Называется она «Англичане говорят». Что это значит? Мы приводим вам известную пословицу или крылатую фразу, которая бытует в Великобритании, в частности в Англии. А вы должны будете ответить, что говорят в России. Договорились. Первый вопрос. Англичане говорят, краба не заставишь ходить прямо, а что говорим мы, россияне? Красный игрок. Говоря, что нельзя заставить делать человека о том, чего он не захочет. К сожалению, нет. Нужно пособиться и ответить. Да, 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 желательно. Желтый игрок. Горбатого могилы. Горбатого могила исправят. Правильно. Начало положено, принцип ясен. Продолжим эту же тему. Вопрос. Англичане говорят, с острыми инструментами шутки плохи. Что говорим мы? Красный игрок. Шутки с огнем плохи? Дополните, пожалуйста. Вот художественную часть. Спички детям не игрушки. Это правильный ответ, как зачет, но более точно не играй с огнем, а так спички детям не игрушка, как зачетная версия учитывается. Счет 4-2. Идем дальше. Тема телевидения. Все касаемо телевидения. Это не только передачи, но еще техническая сторона тоже возможна. Вот как раз об этом мы с вами и поговорим. Вопрос. В 1967 году был открыт этот телецентр. Телецентр. Сердце все телевидения Российской Федерации. Мосфильм. Красный игрок. Мосфильм неверный. Ответ это киностудия. Красный игрок. Россия 1. Где оно находится? Ответ неверный. Еще были, по-моему, да? Зеленый был еще игрок у нас. Зеленый игрок нажимали на фиатку? Архизор. Архизор. Очень классная версия. Хороший конкурент. Спасибо большое. Но, к сожалению, нет. Нам, кстати, 4 года, да. Арина, вы заметили еще одна тема, в которой операторы проявили себя? Вот ручки. Я все же убежден, что операторы у нас действительно самые эрудиты. Ребят, ну я уверена, что вы ответите на этот вопрос. Давайте не отдавать такой хороший вопрос в зал. Подумайте еще чуть-чуть. Можно задавать вопрос? Давай. В 1967 году был открыт этот телецентр. Я делаю подсказку. Там расположены, грубо говоря, офисы и студии всех... Как? Голливуд? Телеканал. Другой, в России. Но он же не в России, друг. А в России? Если бы он был в России. Нет, я это путал. Нечего страшного. А в России какой находится? Много офисов? Ну да. Как он называется? Нет? Давайте все же... Может, первый канал? Ну где находится? Ну вот Россия 24. Хорошо, можно сделать подсказку? Да. Только я попрошу, пожалуйста, Алина. А уважаемые... Мне смотреть, да? Строго смотрите, потому что после этой подсказки есть вероятность, что они все нажмут. Есть еще такая башня. Большая. Она когда-то горела. Зеленый игрок. Вы нажимали просто красный игрок. Это... И... И... У вас еще есть пара секунд. Как быстро мы теряем мысли. Нету версии? Ждем еще одной версии, друзья, на игром. Поля, если этой версии нет, мы и подсоедим вопрос аудитории. А такой хороший вопрос... Как называется башня, в которой находятся все телевизионные центры? Нет, Алина. Маяк. Маяк. Все. Хорошая ассоциация. Триколор ТВ. Все, все, все. Нет. Вот у нас есть рука. Подождите, пожалуйста, передайте микрофон. Блин, вот же... Приставьте, пожалуйста, зайчик, сначала. Это Станкинская башня. Это Станкинская башня. Что с тобой? Здравствуйте. Айбазов Азамат, МКООУ, Гимназия Севодружба. Быть может, это Останкинская телебашня. Это абсолютно верно. Это Станкинский телебашня называется Станкина. Слышали о себе? Да, да. Слышали? Забыли просто. Ну да, вылетаем. Согласен. Хорошо, мы нащупали слабое место. Вот сейчас по нему и пойдем. Тема телевидения остается. Омолаживающий эффект термальных источников базы отдыха «Хуторок». Поселок Мостовской. Покупка автомобиля или спецтехники «ГАЗ» имеет теперь простой алгоритм. К официальному дилеру газа в ТСС «Кавказ» покупатель спешит. Все машины с конвейера с заводской гарантией. ТСС «Кавказ». Надежный официальный дилер. ТСС «Кавказ». Пятигорск. Телефон 8800 100 ровно 578 0. Откройте для себя мир качества, комфорта и доступных цен. Магазин-салон «Мир дверей». Более тысячи моделей дверей различного типа в наличии и под заказ от ведущих фабрик производителей. Традиционные, распашные, двустворчатые, складные, арочные, а также межкомнатные перегородки и раздвижные двери. Пластиковые окна, фурнитура, ламинат, козырьки. Мир дверей. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392 Г. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой. Все хорошее. Ретро-ФМ. Подпевай. Не забывается. Милые девушки, у вас впереди выпускной вечер, свадьба, романтический ужин или корпоратив? Доверьте создание своего образа профессионалам салона «София». Современные браш-укладки и сёрф-волны, вечерние и свадебные прически. Все виды парикмахерских услуг на профессиональной косметике «Лореаль Профессионал» и «Джойка». Идеально выглядеть в кадре вам поможет профессиональный резаж. ТРЦ «Россия», второй этаж, телефон 261727. И 8-963-170-50-70. Кто является ведущим популярной российской музыкальной программы «Угадай мелодию»? «Угадай мелодию»? «Угадай мелодию»? «Папара-папара-папа» «Он ещё, кстати, обжирит КВН часто» «Подожди, это же на первом канале» «Амиран» «Нагив» «Угадай мелодию» «Нагив» «Угадай мелодию» «Нагив» «Угадай мелодию» «Максим Галкин?» «Угадай мелодию» «Ребята, он делает так» «Папара-папа» «Амира», это было красиво! «Амира, наверное, это передача» «Хорошо, можно ещё одну подсказку» «Он при балт» «Это не подсказка» Ну, призвал, имеется в виду он, происхождение литовско-латвийского, скажем так, я точно не знаю, просто. Хочу обратить внимание все-таки на литовский зал, да, который сразу же подняли руки. Друзья, у нас есть версии в зале, давайте все же пасовать. Давайте вот выслушаем сначала мальчика в красном красивом галстуке. Яков Альберт, я из школы, среднеобразовательной школы, а опса учи тахи. Мой ответ в аудиспейш. Абсолютно правильно, Альберт, я из школы. Я слышу. Хорошо, упрощаем, упрощаем наши вопросы. Что, друзья, другая тема касается на космонавтике. Вопрос, ну тут, надеюсь, на скорость. Как зовут первую женщину-космонавтка? Валентина Терешко. Красный игрок, это правильный ответ, но, пожалуйста, дожидайтесь, пока мы вам предоставим ответ. Идем дальше, продолжим эту тему. В каком виде спорта, представленном на зимних олимпийских играх, разыгрывается кубок Гагарина? Зеленый игрок. Хоккей. Хоккей, абсолютно верно. Счет у нас становится 6-2, друзья. И у нас, значит, вступает в силу правила судьбоносного вопроса и ответа. Таким образом, команда «Три стрелы». Уважаемые жюри, вы в шаге от победы в этом раунде, и все последующие ответы, которые вы будете давать, они должны быть максимально конкретными и точными. В противном случае жюри имеет право не засчитать их. Идем дальше. Дальше у нас есть ряд вопросов про холдинг КЧР Медиа, в состав которого входит телеканал Лархис-24. Такой легкий вопрос возьмем. На что тестировали героев одной из передач телеканала экстремальными видами спорта? На что? На что тестировали героев одной из передач телеканала экстремальными видами спорта? Другими словами, вы должны назвать эту передачу. Название. Да, название. Да? Фактор страха. Вы прям очень крутую передачу взяли, к сожалению, нет. Типа нет. Была такая передача, первое слово там тест. Вот второе слово нужно вам узнать. Тест драйв. Тест драйв, интересно. Нет, именно на Эрхис-24 выходил. Нету вариантов. Есть ли у нас версии в зале? Версии в зале нет? Несса Руденовна, ну озвучьте нам, пожалуйста, правильный ответ. Тест на прочность. Это правильный ответ, друзья. Спасибо большое. Идем дальше. Давайте немного побеседуем с вами о Великой Отечественной войне, если вы не хотите. Как расшифровывается название советского танка ИС? Красный игрок был впервые, хоть и не дослушал, но я обязанно его услышать. Иосиф, 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 Ну кто у нас Иосиф? Нет, тут был красный игрок с левой стороны, по-моему, и желтый. Вы можете дополнить свой ответ? Нет, нет. Ну кто Иосиф у нас был? Ну вторая. Алинчик, подумай. Вот у тебя пять секунд, на кого не смотри, подумай. Ну ты запомнила Иосиф? Можно я скажу, я была вторая? Я запомнила. Все, время, к сожалению, выходит. То ли желтый, то ли красный. Яблок. Ну давайте красный игрок. Иосиф Сталин. Иосиф Сталин, это правильный ответ. Забираем мы победный балл. Итого счет по итогу второго раунда у нас 7-2. Общий счет 13-6. Прям в два раза с отрывом. Друзья, давайте поздравим команду Три стрелы с победой. И ждем вас в следующем раунде. Несса Рубеновна, вам заключительное слово. Ребят, спасибо большое. Ну здесь немножечко было как бы несоответствие возрастов, но тем не менее. Я думаю, что вам было интересно, всем было интересно поучаствовать в игре. Я вам желаю на протяжении всей своей жизни не останавливаться и учиться чему-то новому. Потому что знание все-таки сила. Поэтому всего доброго. Спасибо большое. Ребят, вы большие молодцы. И по традиции мы не можем отпустить вас без подарков. Сегодня наши подарки от телеканала Архиз 24 и от российского движения школьников. Победителям достается блокнот, ручка и значок. А тем, кто не сумел сегодня выиграть, достается блокнот и ручка. Умничка. Молодец. Держите. Спасибо вам за игру. Дорогие друзья, на этом наш эфир подошел к концу и мы встретимся с вами ровно через неделю. До встречи на Лиге Рудитов. Я капитан команды Комета Эркенов Амин, средняя школа Аула Джингирик. Я очень расстроен, что мы проиграли, но в любом случае я очень рад, что мы побывали на Лиге Рудитов. Я капитан команды Три Стри-Лыш, Евгенова Снежана, средняя общеобразовательная школа Аула Псоучи-Дахи имени Героя России Охита Мусовича Карданова. Мы победили и я очень рада. И хочу поблагодарить в первую очередь нашего тютера, потому что он нас к этому всему готовил. И, конечно же, участников своей команды, потому что без них я бы не справилась. И нашу школу, и этот замечательный канал. Субтитры создавал DimaTorzok Бутик «Женская одежда силуэт» создает отличное настроение. Город Черкесск, улица Ленина, дом 64. Субтитры создавал DimaTorzok